Моторадио представляет Здравствуйте, добрые люди, добрый день Добрый день Как ваши дела, Екатерина? Замечательно, великолепно И очень приятно оказаться в самом полярном районе нашего города О, да И для нашего музея он особенно ценен Потому что здесь не просто улицы, названные именами великих полярников Но здесь недалеко есть Палевский сад И еще холодно бывает иногда Бывает холодно Но самое интересное, что осенью прошлого года В Палевском саду мы высадили сирень Во имя Пенегина Николая Васильевича Известного полярника, друга Георгия Яковлевича Седова И самое главное, первого директора нашего музея Обалдеть Ну, сегодня о музее, собственно, и речь у нас будет Может быть, когда-нибудь мы и продолжим А может быть, даже и активно это будет Посмотрим Но сегодня такой ознакомительный у нас эфир И, Екатерина, вот вы медиадиректор Основные трудности какие у вас с медиа Вот этим вот всем миром Как вообще люди интересуются? Интерес очень высокий И трудность только одна Дать возможность всем Себя проявить, о себе заявить И у нас очень большой интерес к музею У нас очень большой интерес в социальных сетях В нашей группе ВКонтакте Огромное количество подписчиков И очень много просмотров Даже плюс один сегодня стал Вообще великолепно И мы ведем очень много мероприятий Именно такого популяристического характера Мы уходим от очень научных разных терминов Сложных тем Пытаемся рассказать людям обычным языком Что такое полярник Что такое полюса Что там на них происходит интересного И как там все складывается И поэтому у нас каждый четверг В нашем музее С шести часов у нас вход бесплатный В 18.30 у нас каждый четверг Какой-то интересный спикер Который рассказывает о своем опыте Взаимодействия с полюсами Окей, с вами все понятно, хорошо Илья, а вы человек специально обученный Я так понимаю Вот этим всем полярным Арктическим, Антарктическим делам Так ведь? Да Что заканчивали? Исторический факультет СПБГУ И что потянуло вас? Я понимаю Бесплатный пуховик, возможно От географического общества Теплые унты Как раз никакого пуховика не было От русского географического общества Но музей Арктики, Антарктики Стал фактически первым местом работы для меня Постоянным уже И как только я вошел в коллектив Сразу понравилась тема И возникло желание продолжать изучать Углубляться Слушайте, если посерьезнее чуть быть Нет ли вот ощущения Что как-то в наш вот такой Как бы сказать Очень меркантильный век Когда все деньгами меряется И так далее Люди начинают Но как-то меньше смотреть В сторону вот таких вот мест Где экстремальные погодные условия И больше как-то думают Ну условно говоря Украл пенсионный фонд завода Да? Какой-нибудь нехороший чиновник И он вряд ли построит дом Где-нибудь на Диксоне Или в Амдерме Он думает про более теплые места Какие-нибудь там острова И мне кажется Многие так Как-то смотрят Ну Может быть это мое личное ощущение Как-то немножко все-таки На эти места как неприглядные Какие-то Вот они такие суровые Там холодно Ну вот как-то А есть же теплые места Есть юг И так далее И нет ли общего Какого-то такого Ну не то что остывания интереса Ну уменьшения Вот так скажем Ну вот с одной стороны Действительно люди часто приходят И один из первых вопросов Это зачем люди шли Так далеко на север Или куда-то в Астарктиду Давайте я его задам Расскажите нам Зачем они туда шли? А вот А шли опять же Для разных целей И кстати экономические цели Были одними из ведущих Потому что искали И северный морской путь Для более выгодной торговли И в принципе север богат у нас И пушниной И природными ресурсами Поэтому без освоения Арктики Ну с Антарктикой Там тема отдельная Там скорее такая Фундаментальная наука А в Арктике Экономические интересы Всегда были И когда посетители Задают такие вопросы Они же их задают Соответственно Интерес у людей Бывает что вас так достают Вы говорите так Все я закончил выступление Вся группа Значит развернулась Вон выход Идите отсюда Я не вижу в вас Как сказать Эмпатии Я не вижу в вас Интереса вообще Вы плюете мне в душу Такими вопросами Ну в нашем музее Все люди профессиональные Поэтому мы не можем Себе такого позволить И каждой группе Мы находим Индивидуальный подход И всегда держимся Профессионально Каким бы не скучным Был этот ответ Слушайте Ну наверное Давайте мы разделим Просто публику Которая к вам приходит На людей уже таких Состоявшихся Взрослых И на тех Кто этому предшествует Этому состоянию Там детишки Подростки и так далее Вообще вот этот контингент Так себе ходит Или как раз наоборот Они так много их Это основная аудитория Нашего музея То есть это и дети Подростковая аудитория В составе школьных групп И семейная аудитория Ну и там семейные пары Без детей опять же Тоже приходят Очень в большом количестве Бывают профилактически Приходят Приводят специально Вот Коленька Будешь воровать Будешь жить вот в этих местах Рядом с этими белыми медведями В далекой зоне На самом деле Я тут немного вмешаюсь Потому что у Ильи Больше такой визуальный опыт Да А я больше работаю с цифрами И на самом деле Это иллюзия Что в основном ходят дети Потому что у нас Детей только 30% Все остальные Это взрослые люди Да Есть родители Которые приходят с детьми Но и очень много Взрослых В возрасте До там 40 Которые очень интересуются темой И Поэтому взрослых Более того У нас часто Молодые люди Приводят на свидание Девушек В наш музей Господи Что же у вас там Такое экспонируется А вот нужно На полярной гостиной Приходить В 18.30 По четвергам А что это Что это Давайте еще раз Что такое Полярная гостиница Ваша Гостиная Не гостиница Мы не размещаем Но принимаем Со временем Гостиная Извините Это на самом деле Такие встречи С людьми Которые Как-либо Связаны С полярной тематикой Это могут быть Путешественники Писатели Художники Сами ученые Которые были В экспедиции Любой интересный Рассказчик Не обязательно Чтобы регалии были Нет Наоборот Мы стараемся Стараемся приглашать Людей обычных Но которых В той или иной степени Когда-то Привлек Северный Или Южный Полюс Или Арктические Регионы Заполярья И они туда Отправились Изучать Кто-то в путешествии Мотопутешествия Слушайте Целые Прямо Целые маршруты Проложены Мотоциклистов Огромное количество Поэтому мы Очень надеемся Что к нам Мотоциклисты Еще у нас Не выступали В полярной гостиной Мотоциклисты Ой Слушайте Мы оговорим После эфира Блогеры У нас были Блогеры Которые на москвиче Ходили в Арктику У нас были Хотя немного Мы рассказывали Про Мотоаудиторию В нашем музее В 2023 году Вот в прошлом году Например На льдах Северного полюса Было несколько Мотоциклистов Которые проехали Вот в высоких широтах Установили рекорды Поэтому Вот это тоже В рамках Полярной гостиной У нас Одна из лекторов Рассказывала Про вот эти рекорды Хорошо Тем не менее В каком состоянии Сейчас Ну скажем Северный морской путь Если взять точки Вот эти вот города Ну известные Не города Поселки Знаменитые Если мы Виртуально плывем Скажем Из Мурманска Или Архангельска Куда-нибудь Куда-нибудь туда Вот в далекий Певек Например Ну Северный морской путь Сегодня активно Развивается То есть Грузоперевозки По нему активно Растут А остались эти Диксон Все вот это Вот Амдерма Это все есть? Конечно Остались Конечно Не все Города Переживают Скажем так Свой расцвет Сегодня Но тем не менее Хотя бы как Метеобазы Много полярных станций Метеостанций Но самое главное Что за последние годы Очень вырос грузооборот По Севморпутю Он многократно Увеличивался И очень большие планы По его дальнейшему Увеличению Поэтому да Все таки Удивительно Конечно Легла Карта Историческая Казалось бы Вот чуть-чуть Немножко еще Широты бы Туда вот Пониже бы Куда-нибудь Незамерзающий проход И мы бы вообще Жили бы здесь Только на аренду Россия Китай бы возил Контейнеробозы гигантские Туда в Норвегию И дальше А из Норвегии В Китае Шло бы там Я не знаю Сырье А мы посередине Как страна Транзитная Жили бы Как сыр в масле Но видите Тяжелые льды Паковые И так далее Все это к сожалению Не всегда Так а что у нас Продолжает Продолжаем мы Исследовать С точки зрения Научной Или уже все исследовано Уже все ясно Все понятно Про север Ну опять же Это все живая природа Природа сама по себе Меняется И многие исследования Они не относятся К первооткрывательству Да А скорее К такому мониторингу Нужно постоянно Следить как Например Меняется климат Сегодня Да Из Всех средств информации Мы Слышим что вот Льды тают Что скоро все растает Климат меняется Планета нагревается И опять же В Арктике Эти изменения Они Наиболее явные И ученые Как минимум Мониторят Ту гидрометеорологическую Обстановку Которая там Складывается Поэтому Исследования Они И направлены На открытие Чего-то нового Безусловно Открытие сделано Еще не все В нашей природе И в Арктике В частности Но и на Мониторинг Той вот Ситуации Вы слушаете Моторадио Я напомню Что в гостях У нас Российский Государственный Музей Арктики Антарктики В лице Екатерины Подкулька Медиадиректора Илья Русь Научный сотрудник Мы говорим О Севере О том Как развивается И развивается И вообще Это все дело И судя по всему Более чем Интерес И партии Правительства Наверное К этому Высокий И может быть И сейчас Увеличиваться Будет В связи С массой Разных Изменений В мире И с Увеличением Ну что ли Важности Таких Таких Магистралей Как Северный Морской Путь Например Хотя казалось бы Немножко Подогрейте Снизу Плазму Но вы же Ученые Немножко Чтобы лед Чуть потоньше Было И чтобы Полегче Было Проходить Пароходом С народохозяйственными Грузами Слушайте Ну давайте По списку Все-таки Пройдемся Немножко По поводу Животного мира То что Вот Изучают Институт Арктики Антарский Вы наверное Имейте прямое отношение Но тут вопрос Простой Животный мир Там по-моему Крайне скуден Там Живет Олень И все И медведь И медведь И ягель Они вместе едят Да Ну на самом деле Конечно нет Нет То есть Животный мир Он гораздо разнообразнее И очень много Видов животных Обитает в Арктике Другое дело Что многие из них Занесены в Красную книгу К сожалению Вот И Например Белых медведей По одной из последних переписей Вот как вы думаете В Арктике сколько Слушайте Я думаю много Я их сам видел В живой природе Хочу сказать Что ну его нафиг Это такое животное Которое говорят Нападает И при этом он Не подает признаков Что он сейчас нападет Единственное животное Которое вот не рычит Ничего Он сразу убивает И все Очень тихий Да Извините Я перебил Всего Вот по одной из последних переписей В Арктике Около двух с половиной тысяч Белых медведей Что-то маловато Вся популяция Вот в том-то и дело Что да То есть животных Арктики На самом деле надо сохранять Но на самом деле Предпринято и так Почти все усилия То есть охотиться на этих животных Запрещено Их промысел Тоже практически запрещен Поэтому Может быть как-то подкармливают Но пролетает ледокол Сбрасывает корову Наоборот Ни в коем случае Нельзя подкармливать Потому что Когда волонтеры приезжают в Арктику И подкармливают белых медведей То те кто приезжают после них Имеют кучу проблем Потому что медведь привыкает Что он может прийти за пищей А в итоге А другие люди этого не знают В итоге другие люди становятся пищей Поэтому ни в коем случае нельзя Есть очень четкие правила О том как себя вести В арктических регионах И мы тоже об этом рассказываем И на самом деле Что касается природы У нас есть целый зал В музее посвященный природе Арктики И там представлены И чучело животных Которые нам зачастую Доставались от браконьеров Но хотя бы служат благому делу И птиц Очень много разных птиц И там не только олень Есть моржи Также большие и крупные Я пошутил Ну что вы Ну конечно А насчет переписи белых медведей Мы спрашивали у тех Кто занимался переписью Как вы их переписывали И в итоге нам сказали Что на самом деле Эта цифра очень приблизительная Потому что медведь Он же гуляет Мигрирует И там один тот же медведь Может несколько раз попасть Почему наклеивает на него GPS точку Какую-нибудь Да Но всех же не переломить Чтобы на всех метки наклеить Издалека так Но они есть И мы их сохраняем И слава богу Что они сохраняются Но лучше их не трогать Пусть они живут В своих льдах И там Прекрасно Устраивают свои семьи Но считается Самый сильный Хищник млекопитающий Он хозяин Арктики Он хозяин Арктики И нужно чтобы он Таким и оставался Спастись можно только На атомоходе Ленин Уплотить в него Нет А есть Полярники нам рассказывали О том Что нужно с собой Брать ведро И гаечный ключ И когда по ведру Бьешь гаечным ключом Вот этот сильный шум Он может спасти Но не факт Да Ну медведь Все-таки эстет Он думает Ну господи Хоть бы Квинн включили Там Битлз А то что это Стучат по ведру Давайте несколько слов О гидрометеослужбах этих И вот этом Постулате Что погода Вся формируется Вот в этих широтах Где-то Насколько это вообще правда Расскажите об этом Ну во многом это правда И Арктику часто называют Кухня погоды Потому что Процессы Вот погодообразующие Они действительно Во многом Происходят в высоких широтах Опять же Наша страна Во многом Находится за полярным кругом Да 20% России Это заполярье И климат Арктики Погода Арктики Она очень сильно влияет На наши с вами широты Опять же С севера ветер дует Сразу становится холоднее А даже вот там зимой Вот я когда ходил Готовиться к выставке На метеоплощадку Настоящую Я ходил Там вот была Настоящая арктическая погода Минус 25 градусов Вы не бережете себя И мне Метеорологи Сразу все объяснили Мы посмотрели На флюгер Откуда Дул ветер Дул с севера И все сразу понятно Вот Погода образования А мы можем как-то влиять Ну так По-честному Запустить Какую-нибудь Ракету Какой-нибудь дрон Который отпихнет Эту тучу Куда-нибудь Ракету можно запустить Но не для влияния На погоду А опять же Для ее Исследования Измерения Да Метеоракеты запускают Опять же Чтобы понять Как в верхних слоях Атмосферы Там тоже погодообразующие Слои находятся Как вот там Все сочетается С приземными слоями И тому подобное Но опять же Сегодня метеорологов Довольно много В Арктике Они Все эти исследования Проводят Много полярных станций Слушайте Раньше были дрейфующие станции Это вообще сохранился Этот институт? Да Дрейфующие станции Вот сейчас В данный момент Дрейфуют станции Северный полюс 41 То есть это вот Та фактически Программа Которая с 1937 года С Папанинцев Тянется Несколько конечно Перерывов было А есть у них интернет там Не знаете Спутниковый Может они нас Могут слушать Да Они запросто Могут нас слушать Потому что они дрейфуют На совершенно уникальной Ледостойкой Самоходной платформе Это она похожа На большое судно Ну по сути Она им является Кутицеобразная причина Да То есть не льдина У них там одноместные каюты У них там столовая Там тражерный зал Все Пассивен Теннисный Корт тоже есть Да И как раз таки В нашем музее Можно увидеть Вот эту разницу Между первой Дрейфующей станцией У нас прям Сделана копия палатки Потому что Сама палатка У нас тоже есть Настоящая Аутентичная Но для экспонирования Мы сделали Она долгое время Выставлялась Она выставлялась С конца 30-х Вот как Папанинцы вернулись И до 2000-х годов Но ей требуется Специальное хранение Поэтому она Убрана в фонды Но сделали Да Довольно точную копию Точную копию И сами полярники Расставляли там Все предметы Как они Вот приблизительно И находились Даже не просто полярники По-моему В 70-е годы Заходил сам Иван Дмитриевич Папанин Есть фотографии Говорят у него был Какой-то Маузер Сейчас сначала Про палатку Потом Маузер Да И есть фотографии Где он внутри Этой палатки Расставляет Все вот Как он помнит Как это было на льдении А Маузер Да Конечно это Часто кстати задают Этот вопрос посетителю До сих пор очень популярный В литературе отражено Да У Веллера отражено Но конечно Это такой городской миф Или полярный миф Который не имеет Ни одного подтверждения Но вы как научный сотрудник Понимаете Что там пуля Замерзает В стволе И не может вылететь Поэтому оружие Бессмысленно Или Нет Нет Не совсем так У Папанинцев были И карабины И огнестрельное оружие От белых медведей Опять же Да То есть там Хотя бы в воздух стрелять Их отпугивать Просто история с Маузером Да И с бедным Крэнкелем Которого из палатки Выгоняли Пока там проводили партсобрание Это просто немыслимо было На льдине И опять же Мы не знаем Свидетелей нет Так вот в том-то и дело Да Ни одного источника нет А соответственно Мы говорить об этом Можем только как о легенде Слушайте А люди вообще понимают Степень героизма Тех кто Ну в таких условиях Там как Хотя бы какое-то время провел Потому что вообще Немыслимо даже представить Как раз таки В нашем музее Это можно осознать Потому что Когда люди приходят И видят вот эту палатку И осознают Что вот она просто Ставилась на лед То так как-то И когда ты еще добиваешь Их фактом Что печка была запрещена По технике безопасности На Северном полюсе Конечно да Но часто люди Воспринимают это Как такую историю Некоторых безумцев Да Авантюристов А кто-то Как действительно Героев-первооткрывателей То есть отношения Тоже может быть разным Но в любом случае Никто равнодушным Не уходит После таких рассказов Слушайте А самые частые вопросы Вот про что Просят рассказать Каждый второй Как стать полярником Правда? Где учат на полярника Да И после экскурсии Очень часто задают вопросы А что вы отвечаете? Кому Арктика принадлежит Как ее делят Вот это вот все тоже людей Где границы проходят Как там Давайте последовательно Где учат полярникам быть? На самом деле Во многих учреждениях И полярник Это не совсем профессия Да То есть есть профессии Состояние души Хотите сказать По большому счету да Есть профессии востребованные Да В Арктике И в Антарктике Это метеорологи Там океанологи Геофизики Биологи И зоологи И много разных специальностей Да И капитаны И обслуживающий персонал Экипаж Обучают в разных учреждениях У нас есть российский Гидрометеорологический университет У нас есть институт Арктики Антарктики Там правда Не базовое образование Уже там Магистратура Аспирантура По-моему Вот Какие еще учреждения Ну все Университет имени Макарова Обязательно Ну морякот Мори плавателей По всей стране У нас морские заведения Да Учебные Они все Готовят тех людей Которые могут пойти На полюса И на северный На южный Ну моряки в этом смысле Достаточно универсальная Такая публика В общем Есть корабли Огромное количество профессий Связанных с изучением Животного мира Птицы Животные Подводный мир Растения Тоже Они все изучают И даже находят Различные там Новые виды Мхали Шайника То есть на самом деле Арктика чем и прекрасна Что там есть еще место Для открытий Да И формируются даже новые профессии То есть вот Креология Да Когда изучают Такие Ну первое что приходит на ум Вот при таком разговоре Сразу вспоминается Апокалиптический фильм Годзилла Проснулась Какая-нибудь Какой-нибудь полярный Кинг-Конг Ну что-нибудь такое Не дай бог Так вот Тайне Вот этой шапки Ледяной Вылезают гигантские Там динозавры Это я думаю Что-то Давайте ограничимся этими Как они Мхами Как-то так На самом деле Арктика хранит Огромное количество тайн И до сих пор Находят разные И Вещи Которые остались От экспедиций пропавших Даже находят там Останки людей И вот выясняют Кто это Потомки Там даже обращаются В наш музей И просят поддержать их Там чтобы провести исследование Что-то С другой стороны Там же наверное Годами может сохраняться Мумия Там животного И человека Не дай бог Но долго же хранится Да? Холодно? Не разлагается? Ну не только Вот Люди Да? Или там животные Но также много вещей Которые сохраняются И до сих пор Люди ходят в экспедиции Буквально в 2020 году Ходили в экспедицию И нашли останки Продуктового депо Да Которые передали В наш музей Продуктового Депо Как продуктовый склад Который на новой земле Был организован На одной экспедиции 19 века То есть это давно Все происходило Но там обнаружили И Субстрат Такой гороховой колбасы Интересный продукт То есть это такое место Которое было неожиданностью При его открытии Да? Ну в смысле Все уже давно забыли Нигде в документах нет этого И вдруг натыкаются люди На вот такое, да? Да Ну про него не знали Вот широкая аудитория Потом были исследователи Которые вот посидели Поанализировали карты Нашли Что там подписано место Крестиком Почти вот как на карте С кладами Ну не крестиком Конечно Ну прям подписано Что находится на новой земле Депо И прям вот как стрелочкой И обнаружили Просто сверив Обнаружив Фотографию Вот одной из таких расщелин Куда это депо было Замуровано Скажем так И потом просто Суда прошли По берегу Съемку фотографическую Провели Идентифицировали Эту скалу И разобрали ее И обнаружили там депо То есть это такое открытие Которое Да И это буквально Вот несколько лет назад 2020 год Поэтому когда говорят Что все уже открыли Вот хочется К таким историям Сразу отсылать Сразу отослать К земле Санникова Всех этих людей Да Что птицы же куда-то летят Там же вот Говорилось Где-то же они там садятся На зимовку Да И такого еще может быть Немало На самом деле Расскажите Какие у вас есть экспозиции Кто никогда не был в музее Вот его все видели Но все проезжают мимо Запарковаться нельзя Сейчас платные парковки И в общем Едут Смотрят Пока стоишь в пробке Читаешь красивое название Музей Арктики Антарктики Но потом зеленый свет Загорелся и помчался И как-то вот эта суета Это ужасно конечно Расскажите тем Кто так же как и я Вот проезжает мимо Всю жизнь И еще ни разу Толком не зашел Что там можно увидеть На первом этаже Втором Если он есть В третьем Подвалы Загашники Сокровищница Там буфет Ну что у вас там есть Да Экспозиция очень разнообразная И Один из главных Преимуществ нашего музея Заключается в том Что мы очень комплексно Подходим К вот раскрытию темы Арктики Антарктики То есть те кто хотят Что-то услышать Про животных Про растения Это залы Это направо Это сприру Это в центр Вот Налево направо Это исторические залы Там условно Да По истории Северного морского пути Под рейфующим станциям Антарктида Да Освоение Целый зал Как раз у нас Два основных зала Это первый И Я его обычно называю Верхний Потому что если сказать второй А подниматься как на шестой этаж Люди негодуют А у вас там так высоко Да Мы находимся в здании Бывшей церкви же И здание Как и любая церковь Вытянуто по вертикали Высотная доминанта Поэтому Подниматься довольно высоко И поднявшись наверх Можно Скинуть взор Увидеть купол Который сохранился Этой церкви И там зал Антарктики То есть у нас традиционно Первый этаж Арктика Верхний этаж Антарктика И каждый может найти Не только на свой возраст На свой вкус Цвет Интерес Информацию Любого А бывает что вы стоите С Екатериной На выходе И Значит контролируете Впечатление людей Которые выходят И видите что каждый Второй С такими глазами Горящими выходит И вы пишете себе Там галочку Еще один обалдел Прям еще один Восхитился На самом деле Очень много Восхищенных посетителей И от детей До взрослых Многих восхищает Например огромный Самолет Ша-2 Настоящий самолет Который у нас Представлен в экспозиции А вот При создании музея Он был Размещен И Наверное Вынести уже Невозможно И это тот самый Самолет Который участвовал В Челюскинской эпопее Знаменитая экспедиция Которые спасали их Он не спасал Он проводил Воздушную ледоразведку Над пароходом Чтобы сообщать Ледовые данные И это именно тот самолет И в конце прошлого года Была проведена Специальная экспертиза И данный самолет Даже по его Дефектам Опознали Что Подтвердили точнее Что именно он Принимал участие В этой экспедиции И присвоили ему Звание памятника Науки и техники Политех петербургский То есть это авторитетная инстанция Вот И самолет очень интересный И в центре этого зала Также находится Модель Арктики Как вот верхний сегмент Глобуса Которому почти 90 лет До сих пор вращается На собственном механизме Его даже обходить не надо То есть стоишь А он Арктику Сам тебе показывает Это еще при царе-батюшке Сделано Нет, в 30-е годы А, после царя уже 36-й год Да, вот накануне Открытия музея Музей в 37-м Открылся Создали вот эту Гипсометрическую модель Арктики Ее создавали Авторитетнейшие люди С того времени Географы И большое внимание Тому было уделено И сегодня Когда Казалось бы 90 лет подошло Уже все там В мониторах Утыкано Интерактивные Какие-то вещи А все равно Когда включаешь Этот глобус И он начинает вращаться Это вызывает Огромный восторг У людей Российские государственные Музеи Арктики Антарктики В гостях у Моторадио Музеи имени Имени Ну чего Давайте что-нибудь Такое скажем Имени Организации Обненных наций Нет 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 Ордена Чего-нибудь Нет 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 На самом деле Без орденов Не верю Мы просто Да Хотя Институт Арктики Антарктики Был ордена Ленина Ну конечно Арктический Антарктический Научно-исследовательский Институт Которому Долгое время Да Музей Принадлежал Давайте Итак Значит Можно увидеть Настоящий Оригинальный самолет Тех лет Тех времен Может быть он даже и летает Если его сейчас Как-то выкатить Внутри там Вся техника убрана Просто чтобы он был легкий Потому что он подвешен К потолку И поэтому Полетать Но Если туда все поставить То в принципе Конструкция сама Сохранена В Петербурге есть Энтузиасты Которые создают Копию Этого самолета Он называется Ша-2 И создают Копию Которую Вот уже испытывали Она правда Не летала еще По взлетно-посадочной полосе Но она уже перемещалась А конструкция такая же Да У нас же там Целая Целая плеяда Замечательных Замечательных Полярных летчиков Была И водопьянов Насколько я помню И всякие фамилии Такие известные И те кто Сегодня день космонавтики Да Кстати Всем привет космонавтам Во-первых Музей Арктики Антарктики Всех поздравляет А во-вторых Непосредственно Подготовкой Первых советских космонавтов Кто руководил Николай Каманин Да Это полярный летчик Который принимал Участие в спасении Челюскинцев Эвакуировал 34 человека И был Одним из первых Семи Героев Советского Союза У вас Челюскину Наверное Большая Посвящена Прямо Какая-то часть Не очень большая Но мы рассказываем Об этом Конечно И сейчас у нас Открывается выставка Завтра как раз таки В парке Россия моя история То есть не в нашем музее На внешней площадке И как раз таки Она посвящена Вот этой эпопее Челюскинцев И она будет Создана совместно С кинокомпанией Art Vision Которая нам предоставляет Реквизит Который был использован При съемках фильма Челюскин первый То есть фильм еще идет В работе Но они нам предоставили Экспонаты Они палатку Которую делали Для фильма Потому что там Очень много особенностей Как эта палатка выглядела И очень много реквизита Мы им очень благодарны За то что они так откликнулись И поэтому это будет Не только историческая Какая-то часть Но и можно посмотреть Как сейчас Тоже продолжает Оставаться интересным И из реальных съемок Экспонаты Реквизит Весь предоставлен Нам для этой выставки Слушайте А у нас в стране Единственный такой музей Вы такие одни? Не только в стране В мире Даже в мире То есть в Москве нет Это я к тому Что у нас трансляция идет Еще и в московскую Большую группу мотоциклистов И там наверное тоже люди Так вот кто-то смотрит И думает Ёмае-моё По крайней мере Единственный комплексный музей Который рассказывает Сразу о двух Полярных областях Под крышей Вот одного музея Потому что остальные Наши коллеги Они тоже разбирают В основном по Арктике Конечно есть музеи Но вот Но они больше краеведческие Которые рассказывают Про... Либо какая-то отдельная тема Да там морская тематика Или да Краеведческое направление А у нас Именно вот как Вселенная Арктики и Антарктики Слушайте Максимально прочувствовать себя На полюсах На обоих полюсах На северном На южном Огромные Прям эмоции Особенно у детей У нас вызывают На втором этаже Пингвины Да Мы как-то вообще Честно говоря Мало говорим Про вторую шапку Все про наш Северный морской путь А ведь есть же целый мир А есть Антарктика И кстати да Туда тоже С большим интересом приходят Интересуются Зачем нам Антарктика Ну Арктика понятна Она у нас под боком Да Зачем нам Антарктика Давайте я спрошу А зачем нам Антарктика Господи У нас вон своя Арктика Антарктика Это Во-первых Целый материк На нашей планете Который Не изучать невозможно Он же никому не принадлежит Он никому не принадлежит Да Он управляется договором Об Антарктике Он нейтральный Полностью И это такой заповедник Науки Экологии Международного сотрудничества Ну а как Как не изучать Целый материк Правильно Чтобы нам понимать Геофизические процессы Вообще Любые процессы На нашей планете Мы должны иметь Как можно Более полное знание И не изучать Это невозможно Слушайте а у вас Спецификация какая-то есть Узкая Именно у меня Да Ну например Вы какой-нибудь там Скажем Единственный в мире Специалист По каким-нибудь Исторгаемым из себя Гейзерным газом Там в далеких широтах Там в Антарктике Или по каким-то Уникальным медузам Которые там плавают Или как У вас общий профиль Получается Ну Я непосредственно историк И занимаюсь История Да Я забыл 20-е 30-е годы Вырезаем вопрос Да Поэтому Не один конечно Я такой Но Каждый занимается Той темой Которая Наименее изученная Значит зачем тогда Да Изучать то что уже изучили Много лет назад Поэтому да Экспозиция по Антарктике Она очень интересная У нас отражает Она кстати Обновлялась В 2020 году Когда был большой юбилей 200 лет Да С открытия Антарктиды Открыла Антарктиду Русская Антарктическая экспедиция И у нас были подготовлены Модели И макеты Всех российских станций В Антарктиде Которые до сих пор Работают Опять же вот вопрос Да А что у нас в Антарктиде Вот все станции Их 5 постоянных Мы можем показать В экспозиции А что у нас здесь У нас в смысле Наших российских 5 штук Российских да Потому что международных Ну В других странах Очень много У России сегодня Действует 5 станций Ну это кстати Самое большое Количество Да Плюс еще есть Станции Которые Сезонные То есть Там исследования проводятся Но без зимовок То есть Не круглогодичные исследования А сезонные Как полевые базы А зима там вообще трэш да По разному Есть станции Которые стоят Нет вам нельзя говорить Вы подписку дали Вам нельзя плохое говорить Наверное Про полярные дела Да ну Те станции которые Но есть какие-то Невыносимые Прямо Есть Это станция Восток Ну как невыносимые Если невыносимые Значит там не было бы людей А там стоит целая Станция российская Но там Самая холодная Точка нашей планеты Почти минус Девяносто градусов По Цельсию Зафиксировали В восьмидесятые годы Минус восемьдесят девять Один раз случайно Наверное Кстати по поводу Станции Восток Сейчас же она обновлена Там построен новый Зимовочный комплекс Станции Восток И опять же С 24 апреля У нас открывается Выставка в музее Которая посвящена Станции Восток И мы показываем Ретроспективу Какой она была В начале И какой она сейчас Сколько ее годков Это уже много Наверное И получается Станция Восток Старой станции Много лет уже Сейчас посчитаю Ну лет пятьдесят В районе больше Шестидесяти с лишним лет То есть это СССР С СССР еще Пятьдесят восьмой год И сейчас новый Зимовочный комплекс Его вводят в эксплуатацию Он еще достраивается Вот Но какие-то модули Там три модуля Они уже вот в этом году Вводятся Ну это современные технологии Все теплое Да это современная станция Туалет внутри Главная проблема Старой станции В чем была Что она занесена снегом Почти полностью И там люди между домиками Передвигаются не под открытым небом А как в ледяных тоннелях И новая станция Она построена На высоких свайных Таких вот ногах С широкими промежутками Чтобы снег просто Выдувался из-под нее И не заваливался Как у старых домиков По крайней мере Мне так объясняли полярники То есть можно прийти И узнать у нас Как она сейчас выглядит И как она строилась Потому что нам предоставили Видеоматериал О том как проходило строительство И будет у нас главный архитектор На открытии выставки Которая поделится Из личного архива Там разными рендерами Как интерьера Слушай, это же уникальная вещь Это же Ну Нельзя взять Там проект Пятиэтажного дома Нашего петербургского И построить такой Ну можно, наверное, конечно Это проведена была огромная работа И как раз таки Можно прийти И ознакомиться с ней Более того У нас там будет представлен Макет Теплицы В которой там выращивают Арбузы Огурцы Арбузы, огурцы, помидоры На станции Где вот Минус 90 Но там выращивают Вот один раз Не пугайте людей Обычно минус 70 Нет, нет, нет Каждый сезон почти Они так делают Но выращивают Конечно Не в почве И так Почти 4 километра льда Какая почва Они выращивают Гидропонным способом На воде Но не сказал бы Что в малых количествах Там несколько сотен килограммов Огурцов, помидоров А большой экипаж Вообще Экспедиция Которая именно там Вот Прямо живет Я точно не скажу В районе нет Поменьше Поменьше В районе 20-30-40 Может быть Ну это отважный Все герои Советского Союза Наверное, естественно Большая зарплата Пенсия Двойной дариф Да Совершенно верно Нет, без шуток Станция Восток Это всегда считалось Самое высокооплачиваемое В полярных областях место Слушайте А если к истории Немножко перейти Ведь у нас же был Беринсгаузен Крузенштерн Лазарев Лазарев, да И именами их названо много Или не их Императорами Именами императоров Королев всяких Там и так далее Вот эта часть Историческое открытие Географическое Представлено у вас в музее? Да, представлено И кстати Вот там обновления Тоже были У нас раньше Там была модель Шлюпа Восток Такая не точная Не очень хорошая И вот Один из сотрудников Андрей Геннадьевич Савкин Он собрал Две модели Гораздо более Такие точные И Шлюп Восток И Мирный И они представлены В экспозиции И значительно Освежили вид Поэтому можно прийти Посмотреть Ой Давайте Вернемся В наши дни Какие у вас События проходят Действительно Вот вы говорите Выставка сейчас У вас будет Выездная Какая-то А что Планируется Может быть На ближайшие Месяц-два-три На сезон На летние Мотоциклистам Может быть Интересно Что-то У нас На самом деле Очень много Мероприятий Поэтому я призываю Подписываться В группу Вконтакте Там мы Все время Актуальную информацию Выкладываем Но из такого Самого ближайшего Вот завтра У нас Открывается Выставка В парке Моя Россия Моя история По Челюскинсам Да По Челюскинсам 16 апреля У нас В музее Будет проходить Конференция Первая научно-практическая Конференция Которую мы Организовываем С музеем Седова Который расположен Донецкой Народной Республики Потому что Седов родился Там В Новоазовском районе И она Такой будет Более тоже Популярного Популистического характера И не совсем научная То есть мы будем Рассказывать Через биографии людей О том Как осваивались полюса 24 апреля У нас Открывается Выставка Посвященная Станции Восток Вот то О чем мы говорили Да То о чем мы говорили Кстати В новом пространстве Да В новом пространстве Мы высвободили Часть пространства В музее Пересадили сотрудников В палатки Шучу И теперь Открываем новое пространство Выставочное Где вот будет Первая выставка Именно Выставка Посвященная Станции Восток В мае У нас тоже Запланирован Ряд мероприятий В том числе Кто знает 21 мая День полярника У нас запланирована Целая интересная Неделя Посвященная Этой тематике Слушайте Все хочу спросить А есть у вас Какой-нибудь Кейтеринг Какой-то такой Внутренний Такой легкий Ужин В этот день Ну Вы же полярники И там Шампанское Двери закрываете И веселитесь Ну На самом деле Профессиональный праздник Для гостей Мы всегда найдем И горячее И горячительное Поэтому заходите Но Там у нас Планируется На самом деле Очень интересная программа Она просто сейчас Утверждается Поэтому Вперед Забегать не буду Но Основной Акцент Будет сделан На посетителях И для них Будет очень много Заданий Интерактивов Задач По результатам Которые Будет очень уникальная Выставка Аналогов Которые еще Не было Ну в смысле Вы говорите Будет Типа викторина Что-то Нет Там просто Скажем так В подготовке Выставки Будет активно Задействованы Посетители музея А вот все Понял теперь Да И мы попозже Об этом тоже Как бы разместим Информацию Каждый четверг Как мы уже говорили С Ильей У нас проходят Полярные гостиные Это всегда Очень интересные Спикеры Очень необычные Неожиданные Где вы их набираете Если у вас Эта традиция Много лет идет Нет Эта традиция Началась в прошлом году И поначалу Да мы искали А теперь У нас практически Вот на два месяца Вперед Спикеры Сами проявляют Инициативу Потому что Проходят в таком Очень демократичном стиле То есть да Сначала спикер Рассказывает Про какую-то тему Про свой опыт Или какой-то Исторический Аспект Рассматривает А потом Посетители Могут спокойно В живом формате Пообщаться с этим Спикером Поговорить Задать какие-то Интересующие вопросы У нас есть те Кто ходят регулярно Те кто приходят На отдельные темы Внимательно следят За нашими анонсами И в ВКонтакте И в Телеграм-канале И вот каждый четверг С шести часов У нас вход бесплатный Чтобы каждый мог Попасть на такую лекцию В 18.30 Лекция И музей работает Соответственно До 20 часов Давайте вернемся В музей Какой экспонат У вас самый впечатляющий Вот вы видите Больше всего людей Подходит Некоторые Прям в обморок Падают От Впечатлений Дети падают В обморок От больших экспонатов Например Это самолет Это большой белый медведь У нас Который стоит Он реально большой Он реальный рост Впечатляющий У нас два медведя Маша и Артур Маша Она постарше Она с 66 года У нас Она поменьше Она поменьше Но он девочка Но она зато Не под стеклом Но и в таком вот Футляре И она привлекает Очень большой интерес Особенно ее Можно делать селфи с ней Можно все делают Да селфи И особенно тянут Ручки К сожалению Гладить домашью Мы запрещаем Не кусается Слава богу Не кусается Да А вот Артур Он уже был В 2000-х годах У нас Создан И он Мальчик Он большой Он прям в реальную величину То есть можно себя ощутить По сравнению с медведем И пингвины Это что касается животных Пингвины вообще Да конечно Уникальное И у нас там есть пингвиненок Гоша То есть у нас есть имена Нашего Животного Ой Слушайте Ну столько всего хотелось спросить Как всегда мы ничего не успеваем Я еще хотел спросить Есть в Петербурге Какой-то клуб полярников Имеет ли он к вам отношение Собираются ли они у вас И вообще Что это за такой клуб Ну вообще Есть ассоциация полярников А клуб полярников Это скорее такие люди Уже пенсионного возраста Как бы уже Вот они делятся опытом Друг с другом Там выпивают Или Или это наоборот Что-то такое Я вот не слышал про такой Про клуб Не знаю Все вычеркиваем тогда Ладно Слушайте Ну все У нас время К сожалению Подходит к концу Давайте наверное В завершение Вот чем бы вы заманили К себе Слушателя нашего Некоего Что пропускают люди Которые не были у вас Наш музей Учит очень простому Покорять свои полюса мечты Потому что те Кто шли К северному полюсу К южному Они шли за мечтой И именно На примере этих людей Можно понять Как следовать Своей мечте Илья А вы бы что добавили С точки зрения историка Как минимум Люди Которые не были у нас Лишают себя возможности Услышать просто Десятки невероятных историй О людях Которые Действительно Совершали невозможное Человек Который Несколько лет Мог провести Во льдах Арктики Перенося Зимовки По 10 месяцев Просто там В хижине Полуземлянки С камней Невероятные истории И потом еще пешком Прошел 700 километров И вышел к людям Это не преувеличение Такие истории Правда были Когда выходили к людям И эти люди Помогали им добраться И они выживали То есть это Невероятные истории Начиная от выживания И заканчивая Такими невероятными Подвигами Давайте пафосно скажем Есть и романтические На самом деле истории Отлично Но за ними надо тоже Приходить в музей Хорошо Я думаю что не последний раз Мы с вами здесь в студии И будем считать Что сегодня просто такое У нас получилось Несколько скомканное Может быть Ну просто хотелось Обо всем Спросить сразу Ну как всегда Это невозможно Будем завершать Екатерина и Илья Представители Музея Арктики Антарктики Краснознаменного Давайте добавим Что-нибудь хорошее Были у нас в гостях Спасибо вам большое Огромный привет Всем вашим посетителям Поклонникам Фанатам вашего музея И от нас От нашей радиостанции Где есть много слушателей Которые любят север Бывали там И так далее До новых встреч тогда Счастливо Ждем вас в музее До свидания Спасибо До свидания Моторадио представляет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова